здравствуйте керчь украина или керчь россия керчь россию понял очень интересно в керчи вы давно живете но первый раз четырнадцатом году переехал потом переехал со восемнадцатом а то есть вы россиянин которые приехали на захваченной территории ассимилировать местное население так сказать захват ну то что якобы не захваченную а с чему не согласен не был хорошо аргументирует что это был захват 26 февраля 2014 года российской федерации вела туда войска об этом есть документ который говорит я не ссылаюсь на видео вы за компьютером сидите я скажу сейчас названием вы проверите хотите допустим поверил нас ну тогда вот я вам сейчас тогда озвучу плюс есть куча видео плюс об этом сдавил сам путин если на слово верите вот а то что люди на референдуме в очередях стояли мнение меня вот это ты пизда болт слышь не был во первых не было никакого референдуму это первый ключевой момент во вторых ты немножко как клоун не обиду просто ты не понимаешь что такое хронология я тебе говорю 26 февраля вели войска захватили территорию а ты мне сейчас ссылаешься что что 16 марта какой-то был референдум во-первых референдума не было потому что ты сейчас мне не назовешь что такое референдум и ты не назовешь законно основание которого был референдум во вторых мне плевать в целом на референдум который отображает какое-то мнение людей я тебе говорю что захватили полуостров крым часть территории украины от имя говоришь про реклином референдум вообще не интересен даст если бы он был хотя его не был хорошо дальше что дальше вот я тебе сказал ну ты задавал вопрос дальше что дальше пускай будет переближать вас не буду что тоже нижненького потому что аргументов нету поэтому нибудь смысла понятно что нету потому что аргумента нет были бы аргументом ты бы смысл я могу точно также сказать можете найти видео где стоят в очереди люди не а ты мне сначала видео как они захватили и продавал можно прокомментировать люди стояли не интересно что там захвата вот войск оккупация ты можешь это прокомментировать люди стояли я в себе сказал что это вообще не интересно с термином оккупация точно не согласен а что это за термин можешь своими словами оккупация это вот как понимать оккупант как правило мне не окупать нет оккупация это своими словами не надо мне термина как ты для себя это понимаешь захват территории для своих личных нужд ну в любом случае захват это для своих нос форматирование у местного населения либо геноцидами по населению что давай я тебе скажу ты скажи согласен или нет вооруженный захват территории государства которая тему не принадлежит ну да вот 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 смотри российская федерация ввела свои войска об этом говорит документы слова путина есть путин у вас снял ролик называется крым путь на родину не смотрел он там лично это снимался он рассказывал чтобы эта операция знала 5 людей там принимала участие то ли бурту легко юр какой-то плюс те войска которые находились они еще 5000 туда добавили то есть там контингент был десятки тысяч вооруженных сил вот можно сказать вот вот это вот все но не подходит под термин оккупации чем отличается тем что войска в крыму постояли они стояли на базу на базу а в парламенте крыма они не стояли перешли они не блокировали понимаешь как бы но в крыму не в крыму на баз конкретных местах об этом прописано об 6 не 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 я прокомментирую ты говоришь они там стояли услышь меня я заканчиваю россию взяли под соком слышно меньше нет я типа не слышу ты когда звук выключаешь у меня тоже выключаются это в две стороны работают я тебе продолжаю ответ на твой вопрос ты просто не хочешь до конца дослушать почему то то что ты прокомментировал что там но стояли войска во первых они стояли базов во вторых перемещаться по территории крыма ваши войска или техника могли исключительно либо на контейнерах либо по согласованию ни первого ни второго не было и третий момент шестой но можно я опять закончили ты опять будешь перебивать шестом пункте черный по белому написано что российские российская федерация в лице вооруженных сил которые находятся на своих базах не могут вмешиваться во внутренние дела украины вот я тебе три фактора назвал где ты сейчас попытался соврать но не получилось бывает им договариваться согласовывать с кем согласовывать верховной радой это прописано в конституции украины и соответственно конституция гласит об этом верховная рада у нас не менялась паре у вас был то президентской парламент не было у нас президентской парламентской и вообще смотри я тебе сразу отвечаю я тебя не хочу дужить но даже даете на суши не буду я тебя слушать подожди я тебе вопрос задать я тебе вопрос задал подъедите вопрос на что на какой то просто отвечать я тебя задал вопрос я отвечаю верно сверху сверху народ соврал потому что далось бы устроить президентской смотри открывая конституцию украины я тебе сейчас статью скажу похуй президент какая какая разница во-первых ты не знаешь чем разница но это я тебя не буду даже тушить в этом вопросе не знать похуй это не имеет отношения в конституции прописано кто отвечает за эти вопросы будешь читать называть тебе номер статьи сейчас секундочку это интересный тезис конечно никогда такого не было конституция украины статья 85 пункт 23 только вслух что я верю что ты справишься статья какая еще раз статья 85 пункт 23 блин как же ты пытаешься навалить слышишь интересный ты чел да конечно сто процентов ты слушаешь российских блогеров и не проверять что что они вам они вам пиздят пиздят а вы россияне как-то таки ну типа нам на пиздели мы привыкли мы любим такое ты хоть раз что-то проверял из того что ты сейчас мне говоришь хоть раз да да тогда скажи пожалуйста пока ищешь вот что такое президентская парламентская и чем она отличается от парламентской президентской ну ты пытался на это сослаться конечно секунду подождем 23 еще раз вопрос пункт 23 статья 85 пункт 23 читаем услуг одобрение решения предоставляемой на помощь другим государством направление подразделения вооруженности украины другой государства или удобства разъем вооруженных сил других санса территории украины полномочия полномочия кого ты сейчас читал вот это это полномочия кого озвучь что ты тупишь ты против решать конституции я прочитал конституцию украины славя 85 статья 85 о чем гласит полномочия верховной рады вовишь молодец она решает она принимает решение то может ли кто-то вводить войска на территории украины или не может решение решение кто предлагает ну если россия хочет вводить значит россия должен ну логично же или нелогично подожди мы же вроде бы говорим про россия украина ли ты уже запутался расскажи мне про президентской парламент очень интересно а допуске украин другой государства или допуск и подразделение неужино украину государство территории украины а допуски то есть я чтобы ввести до боевое войска возвращается к находежьetics ходится на базах на базах и они не находятся на территории украины ты знаешь что такое база ты знаешь вот это по факту после того как украина подписала это становится территории российской федерации так же как консульства так же как посольство на этой территории это находится территория того государства консульство польши на территории украины это территория польши это не наша территория там находятся их на вооруженные силы там находятся и граждане точно также с теми местами дислоцирования это была территория россии на момент подписания и до момента истечения полномочий этого договор поэтому когда мы с точки зрения россиян говорю хотим перемещаться по территории украины мы должны сделать запрос кому озвучь что запрос кому может сделать какой орган на территории украины принимает решение то может ли допускаться вооруженные силы других государств на территории украины я хочу открыть заново ты же читал ты уже забыл но верховно рода верховно рада вот верховно рада принимает решение и парламентская президент или президентская парламентская структура формы государства не имеет значения тем более ты даже не знаешь разницу ты пытался это ляпнуть 0 0 я тебе по секрету скажу ты никому не рассказывать будет в том что либо президент самостоятельно принимает решение о назначении министров либо по согласованию с верховной радой вот и все вот в чем разница а кто будет войска это конечно ну ты себе ставь очень интересно было еще аргумент из полу крыма но ты спросил с кем согласовывать это твой вопрос в управе вот теперь ты разобрался видишь немножко занялись образованием россиян уже неплохо неплохо вечер прошел следующий раз такую глупость уже не скажешь обращается конечно я знаю давай дальше согласен ли ты после того что ты с чем ты ознакомился что это было купаться подожди кстати раз ты пользуешься телефоном давай тебе еще на валюты будешь читать документы сейчас секунду секунду так мы с чего начнем документ про 26 февраля ты хочешь правильно но до интерес не смотрел сейчас я тебе хочу я тебе скопирую название скажу ты лишний раз не этот не думал давай давай интересом будет скопировать не получится ты переписываешь вот так и пиши прям а если ты с компа то прям копирую вставлять не думай даже а так секунду я тебе еще скажу какую страницу какой раз читать правильно декабря 18 года правильно да 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 там не ошибешься смотри пункт 68 страница 5 пункт 68 мы читаем вслух прямо сначала там две строчки ты справишься какой-то добрый вид все эти по фактам типа чтоб я не был пиздоболом прикольно что ты сразу проверяешь поддерживаем это здорово только слух пожалуйста как из конституция была страница 5 пункт 68 в 2016 году и дальше видишь канцелярия бакулатура опубликовала оценка ситуация территории крыма и севастополь который она квалифицировать как международного жены конфликт между украиной и российской федерации возник не позднее 26 февраля четырнадцатого года согласно дальше уже можешь сам без меня дальше почитать вот перед слух прочитал дату конкретную видел и увидел название сторон правильно но все все ну теперь я тебе каждый раз после вот и ознакомился с пруфом дали оценку верно все верно вот ты после всего этого можно сказать что это покупать подожди дальше давай давай птички делать давай птички делать даже давайте сейчас дим пол это момент если согласно документам и все международные суды и опять же он и там опять же там примеру гага он без разницы почему ни один международный суд который занимается территориальными спорами не признал это оккупации далее прислали оценку дали хорошо признал только не оккупация аннексия потому что потом произошла аннексия а как где можно посмотреть ознакомиться что дали оценку суд судебный договор судебные уже заключение где можно солить что не оценку дали а мы признаем что это оккупация аннексия еще счетом секунду давай я тебе вот текст кидаю шутину лишний раз не думал не слушал не переспрашивал копирует вставляет открывает там что мне открыть скажи мне так а там вся резолюция ты откроет и увидишь там там не ошибешься там вся резолюция про это ответ куда вообще какой город ну да там как ты всем приехать а что тебе в астрахани не сиделось жарко то а в крыму не жарко есть разница 60 до 30 в астрахани плюс 60 летом на солнце да а в крыму сколько ладно похуй 35 что ты конечно 35 и у меня здесь бывает я типа по севернее от крыма что логично ты открыл резолюцию да что пишут ну хорошо а где свисут суд где бы где суд я чувствую от судебное решение буду смотреть судебное решение допустим опять же пока тебе какой тут нужно не было по костного суда а ты что да давай чтоб ты долго не искал я тебе могу сразу назвать как найти это решение по косово хочешь а тут по костного о чем был может сказать раз а территориальных споров между кем и кем между сербией косово между сербией косово постного и то есть серби ты чё шо ну сербия ну точнее кто с кем спорился в суде то что даже сейчас скажите сейчас скажешь ну ладно скажи во первых причем здесь косово мне как бы вообще максимально по ебать телефон телефон обратно не лошади лифта сливаться больше отвечаете давай мне вообще не интересно мне поймать на посту честно те скажу ведь отвечаю причем здесь косвите мне интересно не интересно себе просто вас там не поймать на просто честно говорю не буду вообще в ту сторону даже не хочу разговаривать и не будет то что то что ты интерес уж не интерес я тебе про каю справа ты мне про костного мне про костного не надо про костного себе 100 когда был референдум крылу тебя не слышно ты чё плаву но не тебя не слышно ты чё глупо я тебе говорю что тут нововведение было ты мне выключать звук и у тебя выключается одновременно звук выключается тебе интересно так тоже не выйдет если ты не будешь слушать не говорю то смысл разговаривать то что ты не говоришь окей ты меня слышишь вообще нет хорошо смотри секунду хорошо ладно если ты хочешь про костного смотри во первых мне поебать на косово во вторых я жду решение суда давай биваял пошел шоу как он он по косово суда он по косово что там читать какая статья о чем что мечтать судебное заключение можешь прочитать ну что читать какой пункт статью судебное заключение по косово конкретно что конкретно что конкретно какой знать закручь то я ладо читаю читая слушай если хочешь я тебе подскажу прочитаем прочитать прочитаю 82 и 84 статьи в этом суде если хочешь я тебе их слух прочитаю читая слух мне нет и читать конечно я тебя за жопу взял что ты даже не открыл что она только на английском языке есть а ты не знаешь но ты вот сидишь листаешь ну что ты листаешь показать автоматический перевод где в браузере в браузере там если ты откроешь решение она будет pd файликом его нет в открытом доступе в интернете ты только pd файлик можно скачать и что ну покажи показывать свой телефон что у тебя открыто ну и где там решение там белый экран и ничего не вижу покажи в самый верх чтоб там было написано решение суда по косово давай ты сейчас мне статью из википедии показываешь или что это что это такое ну вот международный суд 2010 год так открывает открывая 82 статью листа вниз 82-84 там кстати немного ты справишься есть статьи видишь пока нет что это за сайт еще раз как ты писал чтобы его открыть решение между решением международного суда по косову и какой сайт открыт ну вот первое это википедия второе сайту он 3 би би си что как что-то какой-то сайт открыл нас увидим по разному ну а ты где гуглишь я в гугле гугли от и я в яндекс а ты в яндексе гуглишь для россияне интересные люди ну что ты открыл 82 статью хорошо похуй я тебе прочитаю международный институт он признает что одним из направлений развития международного права во второй половине двадцатого века была эволюция права на соприк самоопределение народов однако по вопросу о том ли имеет такое право у народов проживающих на не самоуправляемых или оккупированных территорий или могут воспользоваться и отдельные группы населения существующих государств налицо очень серьезное разногласии то есть здесь поднимается вопрос может ли нация самоотделяться разногласия далее пункт 83 говорится что в суде не считают необходимым для себя разрешать эту и подобные этой проблеме в данном деле они не поднимали этот вопрос а суд признал только может ли быть такая декларация и я тебе по секрету скажу да такая декларация может быть а знаешь где еще принимали подобные декларации но государства не становились независимыми давай не знаешь советском союзе в советском союзе все республики на все я громко сказал ну я точно тебе много могу назвать республик приняли акты и декларацию независимости началась это все с эстонии эстония-литва латвия груздя-украина беларусь россия их можно дальше перечислять все республики принимали эти декларации но никто независимым не стал почему-то эстония 88 году принял эту декларацию и что эстония не стала независимая латвия литва эстонии латвия литва приняли 89 и что они тоже не стали независимыми украина приняла в 90-м эту декларацию россия приняла это в 90-м декларацию и что никто независимым не стал хотя декларации по принимали вот и костова приняла такую декларацию в 90-м году тебе конкретная дата нужно вроде бы 26 декабря сейчас проверить тебя озвучу конкретную дату и проверить хочешь что такая декларация была обычный 91 называют нету 91 года это акт про возглашение независимости то акта то декларации это разные вещи тыс на декларацию в просто высылаешься правильно и я тебе говорю про декларации это разные документы решение суда так решение суда тебе только что читал тебе еще раз прочитать и ты конечно интересный парень смотри еще раз для тебя вслух читаю по поводу косово смотри суд не считает необходимым для себя решать эту и подобные проблемы в данном деле статья 83 что ты хочешь тебе черным по белому написано что тут не решал этот вопрос независимости костова тут решал вопрос может ли часть государства принимать какую-то декларацию да может я тебе привел еще пример где принимались такие же декларации дальше что ничего-ничего возвращается к рыму ну про котова не прокатило и я тебе больше того скажу если ты когда-нибудь жизни перед тем как что-то сказать проверить свои слова и откроешь эту декларацию ты узнаешь что там нету фраз про какие-то права нации на самоопределение открой для интереса когда-то сейчас не надо искать потом открой прочитает декларацию потому что сейчас глупо выглядишь я вот открыл прочитал там control f нажимаешь она кстати есть на русском а там про самоопределение ничего нету прикинь неудобно неудобно вот смотри вот эти нашел куда смотреть от 2 июля между росту вон в гаге признала законное провозглашение зависимости косово декларацию да они приняли декларацию класс но ты это опять статью какой-то читаешь ну да и сейчас интересно статья мне статья не нужна я тебе я не хочу узнать чьё-то мнение чьё-то мнение стебесто я тебе читаю документ факт уж вострою между росту вон в гаге призналась за провозглашение косово независимый да 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 я тебя почему тебе сказал почему важен кодск прецедент не было никакого кастовского прецедента а причем независимость хвостово и оккупация крыма россии как одно с другим связано чего потому что эти еще раз объясняю смотри про про оккупацию давай как вы назову то есть как основной мир называет оккупации не оккупации крыма и честного россиянам и крымчанам вообще фиолетово я с не сомневаюсь вам документы проверять факты слова это лишнее для россиян второй момент это то же самое что сейчас говорить опять же а вопрос такой знаешь вот если мы сейчас с тобой ссылаемся вот ты начал все разговоры пытался про документы говорить а зачем ты от каждый раз когда каждый россиянин не затрагивать в тему документов в теме документов каждый россиянин сливается а потом такой ну вообще-то нам и поебать а зачем ты про это рот открыл если тебе поймать почему важен косовский прецедент не 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 я тебе вопрос дадал почему ты открываешь свой рот про документы если тебе поебать на документ согласно опять же заправить или не понимать документы просто не досушишь ты поставишь только что сказал что нам россиянам все равно я натворишь и перебиваешь из-за этой тигуры просто это мое отношение многих пошли россиян уж там поебать мнение кого-то я мнение озвучила он поиск в гаге признал кодский прецедент не было мостического прецедента суд не признавал кодовский прецедент он опять же там и не между не помню куда но она про то же самое уведомление тоже связи с косовским прецедентом который был номер назовешь также референдум вот и все поэтому важен был просто прецедент смотри были этнические очистки там был геноцид код того другого государства не вводила войска и код того не стала частью другого государства в крыме не было никаких притеснений ущемлений в крыма россия ввела свои войска незаконным образом его оккупировав все одно с другим никак не связано абсолютно одинаковые пункты соблюдены перечислить совпадение перечислить совпадение народа согласно здоровье линия народа крыма шар еще раз повторю тебе еще раз в декорации независимости костова ни слова не сказано про самоопределение по первым во вторых не в постановлении не в бюллетенях в крымском референдуме в кавычках тоже нихуя не сказано про самоопределение опять же суда заключили шагово суда какого суда нету так нету и что а все остальное действий что все остальное есть резолюцию еще глупый я тебя тут флотова не поднимал для тебя такой вопрос лишь тебя читал слушать секунду 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 открой пожалуйста вот я тебе сейчас назову а ты откроет этот документ ты же пользуешься интернетом и здорово смотри пиши пиши в гугле да тут нету тут нету постановление о проведении общекрымского референдума у меня картинка из картинки не могу скопировать постановлении о проведении общекрымского референдума а черный народ сам определялся в крыму я не вижу кого-нибудь что-то постановление о проведении общекрымского референдума 6 марта 2014 год и что видишь его да и что-то хочешь вот и шок ты первый пункт слух прочитал верховная верховная рада автономной республики крым постановляет первый пункт читать батисо ставить федерации составе субъект федерации да все здорово можно сказать и дата прочитай когда он принято это постановление вот даты к сыгре не вижу ну поищи ну что хочется давай говори ну как это не это это очень важно вообще-то ты картинку смотришь я картинку открыл да ну и как ты на картинке не видишь дату или что ты чё на прикольного там с правой стороны там 11 пункт после 11 пункта идет 11 пункт видит покажи что ты там смотришь покажи про ну так там справа под печать точнее не под печатью как раз слева от печати есть дата вот он другой картинки есть ну твой марта вот 2004 можно сказать каким образом еще до ёбаного референдума который не был референдумом уже есть постановление войти в состав российской федерации там черный по белому написано правильно ну ну может сказать типа где мнение крымчан на референдум бюллетень а референдум когда был 16 марта 6 уже написали уже все постановляет там не написано постановить после там не написано давайте подумаем уже 6 марта написано войти в состав где мнение крымчан где право нации на самоопределение где он ох ты бляха муха ну давай что давайте давай юридическое покопаемся что покупается 6 марта где возможность нации какой-то который ты не назвал определяться и так не подожди ты на вопрос ответ что это референдум в крыму ты да ты хочешь проверить не а что ты хочешь проверить что в бюллетене написано это проверь конечно да и так знаю вот так скажи пожалуйста там что-то про право нации было нет там был вариант или было сайте войти состав федерации либо лил полная автономия как автономного государства с принятием конституции 92 года кажется а если кто-то хочет но оставить все как есть вот не хочет он ни то ни другое типа нахуя что-то менять если все так работает ну вот так вот а вот такое было и так а вот а что ты ищешь ты хоть скажи а то я не понимаю вообще какую сторону мне думать что-то ищешь а бюллетень ты сначала дайку скажи референдуму сейчас расскажу а как ты ищешь бюллетень тебе что что конкретно из бюллетеня тебе подсказать как он оставаться как его найти так и называть бюллетень для голосования на общекрынском референдуме там в шапке так и написано 16 марта но не смотри просто был вызовался не крыма с россией не не подождите дату сначала 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 надо хронологию соблюдаем хронологию и восстановим конституции крыма согласно а я не хочу например мне то нахуй не надо часть украины и я не хочу ни то ни другое мне поймать на это я хочу все как есть но вот я не хочу чтобы россия сюда заходила проводила референдумы где-то ты так и не назвал когда референдум проводили я что сказал я не помню так там написано в бюллетне в шапке написано ты еще если ты бюллетень читаешь там вверху это и написано самом бюллетене что станство марта вот 16 подожди а ты до этого читал документ где написано чтобы уже входили в состав россии ух ты бля что раньше идет 6 16 она подскажи раньше что сам за а 16 ну тогда все сходятся тогда так а где бюллетени что-то про право нации вот этого все правда и тема у нас ничего не сказано так а ты про это говорил да да то есть если там нету и нигде нету а ты сказал то получается что ты кто с искусским прецедентом то что прецеденте ничего отхожего нету и там тоже ничего про права нации хорошо раз такая идет пьянка ты объяснила такой момент почему-то суда не было какого суда какой тебе тут нужен какой тут нужен тебе не понимает то что признаю территории не признали почему косо не оставить за сербии так далее вот его оставили за сербии ты еще глупый мы же вслух да умеет читать косо признает секунду секунду скажи пожалуйста россия признает косово независимым государством нет а ты из россии правильно то есть если россия не признает косово значит костанский прецедент не работает ну россия не признает его независимым как она может на это ссылаться если она сама эти действия не признает не знаешь в мире очень много спор нене не в мире не в мире я конкретный вопрос задаю про россию и косово если ты будет к dislike прецедент россия не признает этот при студент из простого закону мы выгодны еще подожди россия косова признает ведь уже ответил нет не признает правильно если россия кастовский представить не признает как она на этот может ссылаться соус не россия соуса парламент крым подожди какой парламент крыма ссылаться на постовский прецедент ебать нихуя себе вот это несколько на поворот сейчас был но смотри хорошо с документ скажите загуглить конечно давай да а пока ты ищешь ты не подскажешь ну как сейчас называют главу крыма я не помню эту должность сейчас проверю аксёнов а ты не подскажешь каким образом он пришел к своим полномочия я слежу за этим я не помню слушайте тебе зачитаю ладно похуй с 8 ноября 2011 года по 27 февраля подчеркну по 27 а ты до этого читал что 26 россия ввела войска 2014 года председателем совета министров но на республике крым был могилев анатолий владимирович 27 февраля 2014 года премьер могилев и весь совет министров автономной крым и автономной республики крым с нарушением действующего законодательства был отправлен в отставку парламентом крыма под влиянием военных российской федерации захвативших здание верховной рады в номер республики крым совет министров был незаконно заменен самопровозглашись самопровозглашенным премьер-министром автономной республики крым аксёновым я тебе по секрету скажу ты можешь спросить почему это было незаконно потому что согласно сейчас секундочку ты сразу статьи проверял а то я вдруг сдавал буду согласно конституции республики крым статья 37 председатель совета министров крыма назначается на должность и освобождается от нее верховным советом по соглашению с президентом украины президентом украины было соглашение президента кто был янукович то есть это они не свергли незаконно президенту дни не подожди это не интересно даже если мы сверх для аксёнова кто назначил каким образом могилева отстранили мне не на телефоне убирать и телефон не убирать это неинтересно то есть он был потом нету не было решение я тебе параллельно искал читал пока ты ищешь ты нашел документ свой нет а нет ну что тогда я лучше помолчу а то ты с одного на другой пытаешься перепрыгнуть тогда лучше подождем этот момент сначала президент то есть в 9 ну будто нелегитим не отвлекайся не отвлекайся это следующее будет я тебе написал я тебе записала вернемся давай лучше молча подождем а то ты как-то забываешь не не я лучше не буду а то у тебя оперативки мама белья на этот ты не улица который мог предела сразу делать у меня раздрайв или то что театр и и ну хочешь здесь вообще ни слова не говорю только что сказал что молодец президент должен был согласовывать президента украина смотри в телефон в телефон смотри отвлекся где-то документ действительно где документ которого не существует как найти конечно но тысячи ты глава не отвлекайся ты там комментируешь а читаешь ну какие статьи есть что пишут я пытаюсь найти документы руку тратова параметка отправлял герас обле он связи с чем и как он проводит референдум да да конечно по еще обязательно и ты тогда если ну был запрос что ответили тоже еще и сразу а там не было вопроса там просто было оповещение на оповещение чтобы не отвечают а да так она куда это оповещение я не будем смысле нахуй но в прямом типа если мы оповещаем и без ответов что оповестил до своих действиях и зачем не был зачем зачем а как крым вообще может делать какие-то запросы если крым это территория украины был когда-то да нет но мы на тот период говори на тот период ну даже крым считал сам себя украиной разве нет наверное да ну а как он может сам отправить а типа от опорожской область могла взять документ какой-то в генеральную ассамбле отправить но я задумал хотел провести референ туда а как не понял как как это работает вообще типа просто какая-то область украины берет и отправляет запросы в генеральную ассамблею я тебе по секрету скажу в генеральную ассамблею могут запрос отправлять только члены организации объединенных наций он сюда и оповещение в том числе вообще коммуницировать организации объединенации могут только члены участники либо какие-то организации международной типа лбс и но она как учатся члены участник и составил украины ну а как как часть украины может ну ладно все не отвлекайся плохо ищи как у тебя в голове укладывается ну ладно перест а еще раз ты с какой области секунду родом и живу нет где ты живешь я понял архангельс ты сказал астраханист астрахань типа астрахань можно в генеральную ассамблею запрос отправлять эти оповещения типа соберутся астрахань да блять забывай али архангельс астрахань да ты тоже смотрю с память проблем астраханцы соберутся такие типа ебать давайте оповещение в ген ассамблею так может но наверное нет ну ладно ты не отвлекайся еще пойман они нет а крым может я понял до крыма просто особый статус тонной республик административно территориальная но для тебя разницы нету поэтому ляпать дальше ты не отвлекайся смотри в телефончик прикольно что ты прочитал решение ген астамблеи которые я тебе скинул резолюцию которая оттуждают остуждают и не поддерживает оккупации и ты такой горе всего ты сейчас они какой-то этот оповещение делали но прикольно прикольно ты как бы уже постфактум прочитал их ответ но такое ну ищи ищи ладно плевать слушай а кстати по поводу я могу тебя просто параллельно звать или ты слишком отвлекаешься получилось у людей самоопределиться в 90 или у татарстана в 92 но если не знал . признавали четыре независимым государством какой-то недолго прожиток времени пока она не напал он дагестан автор юртовские соглашением были такие все верно авто тарстане там 63 процента выступала за независимость сейчас секунду конечно конечно параллельно крым принят декларации независимости и автономной республики крым и города севастополь 11 марта брали сейчас секунду конечно секунду жду а я тебя это не спрашивал мы с ней это искали мы депутаты верховной рады он республик крым город севастополь городского совета исходя из положено устава организации объединенных наций и целого ряда других международ документ за закрепляем право народов и самоопределения а также принимаю внимание подтверждать подтверждение международного судом оон в отношении послал до 2 июля 2010 года того факта что одностороннее правозоглашение независимой части государства не нарушать их либо норм международного права принимаемые совместное решение и что это ну вот уж эти огурят уж отправили так это не правили это их декларация независимости ты про что да на это тебе легко парирую просто легко парирую смотри дело тебе вот такое вот и дата вот такая вот решение конституционного суда украины насчет вот этих заявлений вот этих клоунов причем с конституционным суд украины потому что крым это территория украины алё в курсе тебя держу а 11 марта 2014 год но россия признает это независимым государством нет не признает поэтому эта территория украины на решение территории украины вершина верховная закон это конституционный суд вот и их постановление открывать что если не хочешь вот смотри куда декларация независимая зачем декларация ты искал подожди ты что искал ты что искал ты что искал ты что не за просто как ты говорил какое слово там дурацкое будет оповещение оповещения в генеральной ассамблеи где оповещении я не увидел пустую отправлю туда высокойся неправильно где 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 оповещения в генеральной ассамблее о повещении так а по поводу декларации вообще не интересно вот что она отправила где на что-то отправил декларацию где письмо подправки я не вижу ты прочитал декларацию декларация была я тебе скидываю решение консультурного суда который говорит что это незаконно суд нашел косово поскольку прецедента вот суд воду косово был и даст и почему нет суда поводу крыма скажи мне именно суд именно решение суда вот и объяснил этот момент если считаешь что юридически там вот неправильный сок да почему суд не осудил не принял решение скажи мне смотря я повторю для тебя не знаю там в десятитысячный раз во первых мне поймать на пост во вторых россия ебаная не признают ебаная россия куда ты чему ты мне рассказываешь про то что козловский прецедент когда тебя такого не может идти что нет вороте они признают и вы и ты не можешь этим пользоваться объяснила все объясняем если объясняю реально вот единственное что меня выводит из себя это тупость собеседников честно тебе скажу так вот в кассово были этнические чистки первое в кассово никто не поднял свои войск можно я тебе отвечаю на твой вопрос я тебе отвечаю на твой нет да почему по крыму не было суда не объясняет если так считаешь юридически для такого хрень кого подкованы там все значит учил ответе на простой вопрос почему нет суда по крыму пункт 83 говорится что суд не считает необходимым для себя решением эту проблему и подобные этих проблем в данном деле суд по кассово не решал для себя не считает необходимым для себя разрешать эту и подобные проблемы в данном деле суд по кассово не решал вопрос территориального спора это первый зебаный момент который до тебя не доходит второй момент не вводили войска вот этого не был оккупирован а россия оккупировала крым 26 февраля документ который ты вслух читал отчета действиях о расследовании ты же вслух эту прочитал почему ты это игнорируешь в кассово кто ввел войска назови мне террористом захватили кто захватил кассово назови какое государство захватила присоединила к себе кассов определенным не такое государство но отлично то есть пример кассово который россия ёбаная не признает не релевантен я тебе отвечаю еще раз ты наверно просто судебное решение что жаку суда читаешь судебное решение по статье 80 какой-то какой суд он один был какой суд какой он гага международный мус стоит а в чем разница ты знаешь вопрос какой-то суд был я не знаю сайт называется айс вот вот этот вот отсюда что то есть не статью никакое решение нет я читаю стука ёбаная решение суда я открываю официальные документы читают документ смысле не написано решение какого это суда где он был так открой я не знаю тебе надо инстанция какая проводила это суд да да так ты сам открывал читал да ты не ответь эти просто отвечал же неоднократно что какой тут принимал это я не знаю в душе нибудь сейчас проверю секунду если это важно я тебе сейчас скажу ты такой типа это никуда не изменила но спасибо что потратил время окей похуй для клоуна я сейчас поищу это какая важная информация которая сейчас ничего не изменит твоей жизни все цени что ну дальше что я слушаю тебя пока на выясненствую суд для не отвлекая просто ты ищи а за ты не можешь параллельно искать или у тебя какой-то другой google я тебе уже ответил что суд о чем признать ты не говоришь а по воду козу признал что тут признал что тут признал молчишь да да что тут признал молчит помочь еще дату когда это было сделано 22 июля 10 года признали независимость косово где это говорится международный суд он в гааке вот я тебе прочитал дальше что вот вот 10 года признал не из косово какой статье признали независимо способом решением суда признали статью называй стать читает слух решение суда читать слух а где мне интересно наоборот я тебе вслух говорю что вот я тебе читают 83 статья суд не считает необходимым для себя разрешение эту и подобно блять как тут для себя разрешать эту и подобные в этой проблеме в данном деле они не ставили перед собой этот вопрос какой именно эту эту и какого просто вопроса поставить давай тебе заново буду читать плохо давай международный суд он признает что одним из направлений развития международного права во второй половине двадцатого века была эволюция права на самоопределение народов однако по вопросу о том ли имеет ли такое право только у народа проживающих на несамоуправляемых или оккупированных территорий или могут воспользоваться и отдельной группы населения существующих государств налицо очень серьезное разногласие далее пункте 83 говорится что тут не считает для себя необходимым разрешать эту и подобные этой проблемы в данном деле понимание суда генеральной ассамблея оон запроса его мнение только по вопросу о том противоречит международному праву принятия временных организаций самоуправления костного 17 февраля 2008 года декларации независимости или нет таким образом дебаты касающиеся права на самоопределение находятся вне пределов запроса короче ты типичный россиянин которому максимально поебать на все вот и добивался какой тут какой тут вот я тебе сказал какой тут и что это изменило вот зачем я это время потратить даже грёбаные просто сейчас не могу найти вина официальные документы на уже вопрос тебе есть вопрос тебе есть закончена википедия песни мне поймать на википедии мне поймать на википедии я не разу на википедии не сослался нет эти позже даже там есть тот момент то что международный суд он признал мне все равно но я тебе читаю решение там такого нет хорошо окей но ты нет где в решении на какую до крыма но просто не так не отвечаешь мне был сюда по крыму какой судом должен быть какой суд там должен быть например международным пускай будет ну на основании чего ты говоришь вот там должен быть суд почему украина не подавал в суд это решается не так быстро решал 8 лет кто сбил боинг да 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 ты расскажи хорошо подавала клон что подавал можно прочитать за то подал что подал смотри я потратил время чтобы найти какой суд это сделал что я тебе назвал этот ее что это изменило это изменю то что опять же возвращается вопрос который был ничего не поменял то есть ничего не поменял я потратил время поэтому ничего не поменял я сейчас потрачу время на иду что украина подала запрос и ты скажешь это тоже ничего не меняет усмотрел то ты же богин жидarch вот это казал по статьям всего доказал в чего ты просто игнорируешь что-то мне доказал не смотри человеку который не воспринимает информацию бесполезно что-то доказать давай хорошо давай по очереди идти с оккупации ты согласен ну нет не согласен не согласен то есть ты вслух прочитал документ где об этом говорится и ты такой я не согласен это мое мнение имеется право на мне даже я не спрашиваю мнение на мнение должно на чем-то основываться стой стою сидим может присесть спасибо большое но до этого сидел тоже я доброе разрешаю неплохо ну куда смотреть мы с тобой сейчас про оккупацию да по очереди пойдем с этого что началось согласен терминологии опять же к посту что россия силой удерживал войска на территории украины до опять же на их базах это факт нет я правда ничего не говорю и проблема в том что она покинула места дисфокации несколько не согласен с оккупации не согласен нет аргументы будут да потому что это не опять же суд никто не подал никакой судебный заседание ты не признала в чем должен депутации если я тебе на эту суд который это признает ты ну что скажешь познакомь с документом признают факт а если ты посмотришь видео где российские вооруженные силы захватывают там вооруженные силы украины вот прям боевые действия в крыму ты признаешь этот факт независимо не да или ты своими глазами не своим глазам не веришь и вы действием да 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 боевые действия в крыму будешь смотреть будешь смотреть бери тогда телефон в руки сейчас я тебе название видео скажу давай интересно будет потому что вернется опять же к законность незаконность открывай смотри бесполезно с тобой разговаривать о законность бесполезно потому что ты глупый открывай видео смотри тебя тебе чего ты не можешь сказать какой кто падал из украины суд как был как она вообще звучал это заявление так далее но я называю глупо меня интересного войка ты смотришь нет но да да так покажи что ты там посмотришь что видно перемотай назад там как раз он все начинается отмотай назад да я смотрел свою вижу пока я не понимаю что ты за что-то крым шутка дось а там вначале карта была там дислокация была я тебе сейчас еще номер статьи скину это могу тоже как нарисоваться на любое видео серьезно который можно будет гео лоцировать отмотать самую на первую секунду видео и покажи что там показывается ну что это прокомментирую я вижу 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 вот видишь эту карту ты знаешь что ее можно гео лоцировать ты понимаешь значение этого слова и дальше что известный объект это украинская военная база было это не что-то неизвестно это не твоя квартира что все-таки ахуй знает любое видео с военными действиями наложить токар да все верно же верно но конкретно вот это на видео видно что это за место ты понимаешь люди знают что это за место люди которые служат на воде на это не знают что это за место на видео нихрена непонятно что это за место а что а ты не пушка и другое давай как-то не докажет на видео нихрена не пишут за место а как тебе понять вот ну хорошо типа то есть если ты где-то не был то ты так про любое видео скажешь ну типа не везде был правильно ты где-то не был и такой сейчас скажешь аргументируем что таким у нас того места хорошо 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 давай вот это вот вставляю гугли ну так что то правил вот смотри есть тут страдбурге пришел к заключению что рф начала контролировать крым еще да так называемая рефренум короче я ищу конечно номер тебе но вот есть есть пч суд есть пч украина подала в суд по поводу крыма так и напиши спор украина россия по крыму типа есть пч не не нет и телефон возьми сначала с этим заканчиваем по очереди будем такое видео скинул нет это не видео это статья но типа ты не ты посмотрел видео ты видео не веришь теперь прочитать статью попробую одно с другим сопоставить может быть подумаешь википедия открывать до википедия там это типа новостная статья была там если что другая переадресация будет читать вслух что пишет 1 1 федосийский батальон морской пехоты военно-съеморская пехота украина диссоцируется николаев на полуостров а ля ауду хер бы говоришь и что что я тебе но статьи об этом событии и видео ты посмотрел открываю википеде но них рядом ничего такого нету а какой там есть что только что зачитал утром 24 февраля примерно в 420 феодосий начался штурм военной базы первого батальона морской пехоты ты чё на приколе читай дальше читает так ты читай ты мне на слова не веришь если я читаю я тебе и так это сказал зачем мне это читать первая статья в ёб твою мать чел беру просто скопирую 100 первая статья будет скопируйте 1 статья в google покажи текст покажи что тебе выдает покажи ни хуя не видно так это не то давай уже вернется интересом то есть скажи им кто отправил запрос суд да пиши пиши и диспетчер блять похуй так вот вот на тебе скопирует так вот и 100 я ничего не хочу сказать я тебе кинул название копирует вставляет кровать что я в крыму где-то открывать текст считай да да эти игры открывал читал это что там якобы татар угнетают я тебе не про угнетение татар сейчас говорю но читай не я не буду тебе читать я тебе скинул название открывать печи то если ты хочешь чтобы я читал я тебе это и так сказал верь тогда и так зачем читали ты вслух читать будешь или нет что мне сидеть сейчас нужно смотреть как ты корич не знаю что и что читать ты спросил какой тут я тебе скинул тут сказал как он называется есть почти признал наличие фактически юридисты россии над крыму окончательное решение поиска украины и россии супер привет позже видишь есть исход и спрашивал из решения по и иску ты спрашивал есть ли из вот и самую унашо поздравляю тебя что дальше будем делать ты бы задался даты добывался от меня какой из вот ты видишь ты сам стране чатал решение то есть посуда сюда сценарий решение по whites� почему из не подавали я тебе скинул бруша иск подавали и ты такой тепла и что нет я спрашивала искket давайте подавали extinguem то кто когда я пока не вижу украина украина как-то а кто блять вася пулькин или что украину понял покажи что ты читаешь какая статья да ты заебал уже покажи да покажи покажи да покажи да покажи похуй блять я так заебался уже высинаху не представляете я просто в ахуе это ну тупоголовое животное честное слово вот единственное что меня может вывести из себя там оскорбление вот это все себе оставьте честно мне максимально плевать на эти оскорбления но вот человеческая тупость вот действительно человеческая тупость она меня выбежит я вот я не могу сквозь себя и пропустить вот когда ты вот это вот все видишь ты читаешь одно третье пятое десятое но ты сам против себя аргументы проводишь ну вот про тоже постного растения признают постного он сидит постоянно ссылается на это косово это просто кромежный ужас это просто кромежный ужас я в шоке я ну таких людей вообще не выдерживает а он читает открыл просто проблема в том что он то читает он то все это открывает и такой типа я открыл я увидел типа мне плевать я хочу чтобы ты назвал какой студ принимал решение по постного я ему нашел суд он такой типа ну типа мы потратили время типа и плевать понял понял